и оттуда мы переходим к следующему разделу, а это и спрашивание разрешение перед тем как войти. У многих людей вообще исчезло такое понятие как спрашивать прощение. То есть они заходят в чужие дома, не спрашивая прощение, не видят, открыт дверь и прямиком заходят, за исключением малого количества людей. Поэтому если ты хочешь зайти в чужой дом, ты непременно должен спросить разрешение, чтобы зайти. Поэтому этот шариат, он нам дает все благо и ограждает нас от всего другого. Некоторые люди открывают дверь и прямиком заходят. То есть, прежде чем зайти, он должен спросить разрешение трижды. Как? Прежде чем зайти, он должен сказать, ассаламу алейкум, можно войти? Если он не услышал ответ, то он не должен заходить. этот дом. Потом снова повторяет, ассаламу алейкум, можно войти? После второго раза, если он не услышал ответ, повторяет третий раз. И после этого, может ли он зайти? Если он не подходит. Если он неlingt голос gitu, то нет тандыra. Если он не слышал, то он не слышал modulation. Если он не понимает, то он не somit оп shen. Коп she sa him. А если ты Вам haber идти мотив, то он же smoked. Подъезд не слышал, что я считаю. Но ведь вы треянji says to theس. Если может ли он подглядывать, смотреть в щель, что там во дворе происходит или нет, там щель в дверях, допустим, кто там дома есть, кого нет. Это, говорит, как человек подсматривает за домом без разрешения. И дозволяется хозяевам этого дома, если кто-то будет подсматривать, подглядывать за ними без их разрешения, выколоть ему в этот момент глаз, когда его подсказать. Это то, что сказал нам пророк Саналасия. Например, ты подходишь к этой двери и стучишься. То есть надо постучаться, как это принято в месте, допустим, пришел к дому имама, говорит, и постучался, или же позвонил, звонок, тоже считается, как постучаться, да? Не надо брать камни, кидать в его дом, чтобы он услышал, что кто-то пришел, да? Или же заходить без разрешения. Нет, непременно надо сначала присоединить разрешение. Например, имама, ты себя дома, а я стою возле его двери. И он не желает, чтобы я вошел к нему. Что он должен сделать? То есть он не разрешает мне, то есть достаточно того, чтобы он молчит, чтобы мне не зайти в этот дом. Или же и скажет мне, уходи. Я ему должен сказать, ассаламу алейкум, ой, имам, можно ли мне зайти? Он отвечает, алейкум ассаламу, нет, уходи. И лучше для меня уйти, говорит. Это и сунна.